Заместители главы городского округа Люберцы и руководители структурных подразделений администрации в еженедельном формате продолжают проводить встречи с жителями. На одной из них в микрорайоне Зенина побывали мои коллеги. Во дворе на улице Озерной собрались люберчане, для которых небезразлична судьба этого микрорайона. Говорили о начале благоустройства Черного озера и создании парка дружбы, безопасности во дворах и парковках, открытии детского сада на 140 мест и сроках завершения строительства школы на улице Камова. Мы капсулу заложили в 2024 году, срок поставили в 2025 год, но если там всё будет складываться благополучно, то это будет начало нового учебного года. Строители уже завершают возведение первого этажа. Эта школа будет самой большой в округе на 1650 мест. Мы очень рады, что у нас с каждым годом становится всё больше и больше образовательных объектов. Садик открывается, новая школа застраивается. Парк хочется, хочется побольше зелени, чтобы были деревья, чтобы было где в такую знойную жару прятаться и с детьми играть. Благоустройство и дополнительное озеленение дворовых территорий, уборка мусора и содержание контейнерных площадок. Вопросы и пожелания жителей зафиксированы. Многие решены на месте. Сегодня я даже порадовалась и тому, что уборка производится управляющей компанией очень качественно. Мусора нет, не наблюдается нигде. Содержится всё в достаточно хорошем, в удовлетворительном состоянии. Но ещё больше, конечно, меня как руководителя сферы образования радует то, что именно в этом микрорайоне дополнительно открываются социальные объекты – школы и детские сады. Уже к концу августа этот детский сад примет 140 малышей. Всего в городском округе Люберцы до конца года откроют 5 садов, 4 школы и после капитального ремонта корпус 18-й гимназии на улице Чехова в Томилине.